Добрый день, мои дорогие друзья! Как те, кто со мной давно, так и те новые, которых, например, вчера очень много пришло в мой инстаграм. Добро пожаловать в мир танцев! В моём аккаунте я стараюсь максимально раскрывать эту тему, но не только показывать, вот смотрите, какая я, но мне также очень интересно делиться всеми этими прекрасными знаниями о танцах и равно о жизни с другими людьми. Хочется, чтобы все вокруг наполнялись благодаря моему творчеству. Так и получается, кто-то подписывается для того, чтобы чему-то научиться, кто-то просто вдохновляется для кого-то, кто-то чувствует какую-то хорошую энергетику, подходящую для себя, и у нас происходит тоже очень классный обмен. Благодаря танцам я познакомилась с людьми, очень многими прекрасными в интернете. Сегодняшнее видео будет о видеоуроках. Много вопросов у вас есть, я знаю это, и поэтому вот я решила для вас, никакой описаний, но чисто вот чтобы здесь сейчас вам рассказала я всё о них, поделиться какими-то примочками, как лучше смотреть, как что делать для того, чтобы получать максимум эффекта и удовольствия. Кому интересно обо мне узнать подробнее, я сейчас здесь не буду тратить время ваше на это. У меня есть группа vk.com, shanty.nih.hills, ну вот как здесь, да, только без дэнс. И там есть обсуждение, внизу есть группа об учителе. Вот, также у меня есть на моём канале, ссылку на который вы можете найти на моём сайте shanty.online, и там же, кстати, ссылка на группу, вот, где есть разные плейлисты, и один из них это влоги о танцах, где я очень подробно рассказываю о том, как вообще произошло, что вот я начала заниматься и танцами, и преподаванием, и видеоуроками, и вообще все-все-всем, в общем, впитываю всё в себя, открыто всегда ко всему новому, и из-за этого очень круто себя чувствую. Так вот. И там же есть, кстати, плейлист с бесплатными дэнс-уроками, даже длинными, которые вы можете посмотреть, попробовать и принять для себя решение, хотите ли вы приобрести полный курс. Вот, максимально открыто для вас, ничего не жалко, буду рада, если у вас что-то круто получится. Вот. Давайте приступим к видеоурокам, немножечко о них, значит, там, получается, у меня где-то в целом 20 часов видеоуроков, где-то 20 штук. Вот. Я сейчас их разделила на два плейлиста. Первый плейлист – это база, техника и мини-связки. Второй плейлист – там чуть поменьше видеоуроков, но там хореографии такие посложнее, и уроки чуть-чуть посложнее, в котором, ну, в принципе, всем доступно, и вы же ведь смотрите видеоурок, вы можете там что-то где-то замедлить, приостановить, пересмотреть еще раз, спросить у меня, попросить меня переснять. То есть, в целом у вас все должно получиться. Так вот, первая примочка. Поскольку это видеоуроки на YouTube, там очень удобно, ну, в смысле, это закрытый плейлист, да, когда я загрузила все свои видеоуроки, там можно замедлять и ускорять видео. Причем не сильно, но это уже будет, как бы, супер. Вот. Поэтому, если вам хочется что-то помедленнее, чтобы происходило, вы замедляете. Хотя я достаточно много сильно разжевываю на молекулы, многие движения, вот. но где-то, может быть, это происходит побыстрее, да. Ну, как бы, у всех разный уровень, и если мы говорим об вот этом пакете, то тут, как бы, более-менее все общее, и вам нужно будет чуть-чуть подстраивать. Если уже вы быстро смогли что-то сделать, вы можете чуть-чуть ускорение включить, или, например, перемотать. Дальше, вторая очень удобная функция у YouTube, это то, что вы можете, допустим, сегодня посмотрели 20 минут, и вам надо бежать. Ну, может быть, вы уже об этой функции знаете, я очень люблю ее. И все. Дальше, когда вы включаете этот видеоурок, вы все закрыли, ничего не сохранили, то есть вообще ни о чем не паритесь, он начинается с того места, где вы остановились, там, хрен знает когда. Я вот так слушаю книги на YouTube, очень удобно. Так вот, что еще? Следующий лайфхак, если есть Bluetooth-наушники, то приобретайте их. С ними гораздо удобнее. Вы их надели, у вас никаких проводов нет, вы отошли от экрана, будь то, там, iPad, телефон, MacBook, ноутбук, или кто-то с телевизора делает, да, сейчас можно включать YouTube на телевизорах. Вот, очень хорошо, что вам все слышно без лишних каких-то там фонов. Советую приобрести, они, в принципе, сейчас недорогие есть. Вот. Затем, что еще? Не знаю, кто-то, может быть, это делает интуитивно, но на всякий случай подмечу, что вам, чтобы у вас лучше все получалось, вам необходимо представить, что я это ваше отражение в зеркале. И просто вот повторять так, как будто бы вот, ну, я повторяю за вами, а не вы за мной. Это очень тоже будет удобно. Иногда встречаются такие ситуации, где вроде как бы вы поднимаете правую, и я поднимаю как будто правую, а говорю левую. Игнорируйте, что я говорю. Вот. Не удалось просто в то время мне развернуть видео, но это не сильно влияет на эффективность. Вот. Все равно, вот сейчас я с вами поделилась маленьким лайфхаком, как это хитро, как бы, в свою погоду использовать. Вот. Далее. Что еще? По поводу музыки. Еще отмечу, что все мои видео, они сняты под музыку. Либо я ее накладывала, что дает вам возможность здесь и сейчас максимально танцевать. Я люблю очень подбирать какую-то такую танцевальную музыку. Не очень люблю попсу. Сразу говорю, что ничего там такого вы не встретите. Мне нравится дип хаос, техно, поскольку у них очень такой хороший бит, и удобно можно учиться танцам. Вот. Как бы, и вот, ну, мне не нравится, когда тишина, педагог говорит, сейчас мы учим с вами хореографию, сюда подняли руку, сюда ногу. Мне так не нравится. Мне нравится, что вы видели, как каждое мое движение происходит под музыку, и, соответственно, брали это на себя. То есть, имейте в виду сейчас способность улавливать музыку, да, чувствовать ее хорошо, сразу причем, во время, даже с самого первого движения, даже вот во время разминки. Соответственно, что еще? Каждый урок начинается с разминки, которые проплавно перетекают в такую танцевальную разминку, где мы просто пробуем разные движения делать под музыку. Не факт, что эти движения потом из них будет связка, но просто сам факт того, что вы это делаете, это уже прекрасно и полезно. Вот. Ну и, соответственно, небольшие связочки в конце каждого урока есть. Если вам совсем тяжело их делать, ну, как бы не делайте, ничего страшного, там, сделайте потом. Но с самого начала урока, вот, я больше всего люблю эти моменты, когда мы просто отрабатываем какие-то движения. Это супер, полезно, хорошо. Далее. Что еще вам рассказать про мои видеоуроки? Иногда встречаются какие-то обсуждения, поскольку занятия, видео были сняты во время занятий, и это тоже можно использовать себе во благо, потому что, когда вы видите, что я делаю маленькое замечание другому ученику, вы можете сразу подумать, а у меня так же. Это вот прям постоянно так, поэтому можете их не мотать, тоже слушать и проверять себя. Далее. Что еще? Ну и напоследок, наверное, я вам уже сказала, что вы можете посмотреть пробные видеоуроки, не вот которые в Инстаграм. Инстаграм это коротенькие, то есть, ну вы можете, конечно, попробовать какое-то движение, вам оно получится и понравится, но хорошо бы вот перейти на канал на Ютюбе, где вы нормально позанимаетесь, начиная с разминки и так далее. Вот. И дальше, что касается скидок. Вообще, блин, вот как я не стараюсь избежать всех этих приемов, ну не получается, если мы говорим о том, что для меня это моя работа, и, конечно, мне важна какая-то энергия, которую я буду получать за свои труды. И очень много всего у меня есть, как бы доступного для вас и так, но, тем не менее, конечно, мне интересно, чтобы мои уроки люди приобретали, и мы полноценно с ними тет-ет-ет-ет индивидуально начинали тоже работать. Вот. поэтому, как бы, скидка у меня есть для вас, она небольшая, 5% это если вы покупаете 10 видеоуроков и 10% это, ой, наоборот, 10% если вы покупаете 10 видеоуроков и 5% если вы покупаете 20 видеоуроков, эта скидка работает для подписчиков инстаграма до 1 сентября. Вот. Сама же я понимаю, что, блин, в скидках есть хороший плюс, они меня дисциплинируют приобрести то, что мне интересно и не откладывать в долгий ящик. Вот. Хоть это маленькая манипуляция, но тем не менее, она зато позволяет нам максимально получать от этого мира, что он нам может дать полезного и интересного. Вот. Поэтому для вас скидка есть, пишите, буду рада. И еще, для тех, кто приобретал мои видеоуроки, не стесняйтесь со мной сами связываться, помогу. До свидания. До свидания.